окей так сейчас я включаю этот файл замечательно так сделать покрупнее правильно сделать покрупнее народ а вы меня слышите вообще нормально так нормально окей наш мы тут там и начинаем что я не понял нет окей мы начинаем новую раздел аслан привет начинаем новый раздел и соответственно статья парада к этому разделу окей ну хорошо но вот я как бы иду по списку который у меня здесь как бы получается тимофей ты можешь начинать сейчас я давай попробуем да окей ну хорошо так но альмана и история да так она она не вдова да правильно дословный перевод такой не альмана но вот вот это вот подчеркивание когда это говорит история на не вдова ну да как бы по-русски так ну в общем не говорят да не вдова она история как бы она история понятно что это она но на игре вот такое подчеркивание но как бы очень даже в ходу для того чтобы подчеркнуть типа поставить восприцательной знатки да который здесь не стоит кроме того это в общем некоторая такая некоторая такая идиома я не Не вдова. По-моему, не сильно. На иврите это да, звучит. Где звучит, в смысле не бесхозная. В смысле, что у нее есть история. Имеется в виду, что у вдовы у нее нет, грубо говоря, хозяина. Правильно? И ей никто не управляет. А здесь идея такая, что у вдовы есть слеха у вдовы. У истории есть, сейчас будет доказываться, что у истории есть хозяин, который ее направляет. Окей, Лена, привет. Такая идея. Ну хорошо, давай. Вот мы сейчас будем спирать эти стихи Псуким из Тора, из этого раздела. Окей? Да, читаю. Ваедабер Элогим Эль Муше, Вайомер Эляв Ани Ашем. Да. Так, и сказал Всевышний Муше, и сказал ему, я Всевышний четырехгутинный. Здесь специально так подчеркивается, потому что дальше в статье будет разбираться, почему именно это имя Всевышнего здесь приводится. А именно то, что мы говорим, юткей, бавкей. Да, то есть как бы эй не читаются для того, чтобы, ну это не звучало, как будто мы, не дай бог, произносим имя Всевышнего, которое вообще говоря не произносит. Правильно? Поэтому либо пишут эй с чубчиком, и так это обычно. Но поскольку он здесь хочет подчеркнуть именно, что это имя, но как бы пишут его полностью, но пишут через такие дефисы. Но я думаю, что правильно его читать юткей, бавкей. Окей? Хорошо, дальше. Ваера Эль Авраам Эль Ицхак Вэль Яков Бэль Шадай Ушми Юткей Вавкей Ло Нода Цилаге. Так, и открылся Авраам Уцхак. Наверное, открывался, правильно? Я думаю, здесь это вафф переворачивающий, то есть меняющее время. Ну да, открылся, открывался. А, ну да, правильно, так и сказал. Да, правильно, правильно, да, молодец. Это я не прав. Да. Значит, Авраам Эцхаку Якову, как Эль Шадай. Ну да, как Эль Шадай. Да, а имя мое Юткей Вавкей не сделал им известным Леону Дати. Леону Дати Лаэм как бы не объявился им в этом имени, скажем так. Но Дати от слова Удаа, от слова Ответления, то есть объявился им. Так не сказать, но вот как бы идея так-то. Окей? Ладно. А Ла Хэм, Амор, Лерне Исраэль, они Юткей Вавкей. Правильно. Поэтому скажи, снаем Израиля, я Юткей Вавкей. Сто процентов. Это же повелительное, да? Да-да-да, вы видите, что это разные формы повелительного. Наверняка это тоже есть комментарии, почему разные формы. Но вы знаете, да, это как бы вообще мы уже, я думаю, прошли как бы это. Есть разные виды, каким образом повелительное наклонение. Есть инфинитив, да. То есть Ле Мор. Ле Мор это сказать. Есть, ну вот, потому что у меня в голове крутится три. Первое, самое простое, это инфинитив. Потом инфинитив, которым Лам это откинуло. Правильно, это как здесь. Есть, ну, еще, может быть, в будущем времени, да? Ну, может быть, про себя в будущем это не очень. Э Мор. А, например, когда если говорить, например, в мужчине, Томар, Томар Ла Эм, скажи им. Ну, вот, например, можно сказать Ле Мор Ла Эм. Это менее принято в современном Аврите. Томар очень принято. Ну, и вот, если, и то же самое, если отбросить, ламать, но это, по-моему, тоже, в общем, это гораздо менее принято. В прошедшем, в будущем времени это гораздо более принято. Окей. Ну, хорошо, идем дальше. Так. А по суким, а низ гавим, шыбэгэм потэхэт парашат ваэра. Потахат, да. Потахат парашат ваэра. Да. Молодец, правильно, да. Лефиах тиква Белибан Шелбны Исраэль Да. На наким Не эннаким, это нефа. Спасибо, да. Окей. Тахат оль а шыабут Правильно. Бемицраэм Вэ-ле-вилэгэм Бэ-шурат гэлвард. Псурат, псурат. Как басар. А, понял. Псурат гэлвард. Да, сто процентов. Так, пробуем переводить. Да, давай. Значит, вот эти вот пасуки, предложения, высшепомянутые? Восвышенные. Да. Возвышенные. У меня ребенок, как бы последний ребенок, который родился в больнице, она, по-моему, сейчас уже перестала в больнице, потому что это называлось Мизгафла-Дах. Это Иссалмов. Дах это тот, которого наоборот внизу и, в общем, не на высоте находится, который не бедный, не сейчас который нам помогает. А вот Мизгаф, это которого поднимается. Есть поселение на севере, которое сейчас, в сожалению, тоже все время обстреливается, Мизгаф, Мизгаф-Ам. Но вот Мизгаф, да, у моего внука имя Саги, хотя там Саввафа, но это, я думаю, тоже где-то близко к этому. В любом случае, это возвышенные, да, Псукима-Мизгавин. Да, возвышенные Псуки, что в них открывается глава Ваера. Да. Значит, объявленные вдохнуть. Ну, Аду предназначены от слова Эд. Да. От слова Саввафа. Предназначены да. Да, вдохнуть надежду. 100%. Афик, это вдохнуть, правильно. Как будет гармошка на Иврите, кстати? Гармошка мопухит будет. Это тоже отсюда, да. А что такое Ленапех? Ленапех, это раздувать. Это такое, ну, даже не сломка, выражение, говорит, альтенапех, то есть вообще не раздувая это дело, то есть не делая его больше того, чтобы оно в реальных размерах. Поэтому здесь Лаофех, это стоит в Эфиле, это вот, как ты правильно сказал, вдыхать надежду, вот так на парус переводится, да, окей. Вдыхать надежду в их сердца имеется в виду сыновей Израиля. Правильно. А на Анаким предстоящих? Страдающих, да. А, страдающих? Стенающих. Стенающих, да, стенающих даже лучше. Правильно, стенающих. Под ермом рабства в Египте и привести им Геулу освобождения. Ну да, как бы весть освобождения. Весть Геулу. Освобождения. И это как бы по-простому не очень понятно, потому что здесь как бы нигде не написано, что я освобожу. Правильно? То есть как бы из-за того, что явно сказано, что есть смена имен Всевышнего, то есть про отцам я являлся как Эль Шадай, а им я явлюсь как Ашем, Ют Кей Вав Кей. И вот уже сразу делается вывод, что в том, что как бы ты им скажи, что я Ют Кей Вав Кей, это уже должно означать, что это псурат Геула. Хотя по-простому это не видно. Правильно? Но сейчас как бы увидим, как это выводится. Да. Так, продолжаем. Да. Ахдавка леор мегамазо еш левин. Правда, в свете этой тенденции необходимо понять. Да. Ма-пешар а... Ма-пешар, пешар. А, ма-пешар а... мэ-авар а-ма-авар ма-пешар а-ма-авар ма-авар мэ-ат мейт-галут правильно. А-шем да. 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 Ле-э-э-э-э-э-э. Ле-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Ну да. Значит, в чем смысл переворота или... Ну, перехода. Ма-авар это переход. Как будет пешеходная дорожка на ювете с лиха? Ма-авар ха-цая. Ма-авар переход. А как будет не переход границы, а в смысле вот это место, которое, переходный пункт границы. Мавар-гуй, Мавары-гуй, вот сейчас бесконечно говорят Мавары-гуй с газой, да, там Рафех, Керан-Шалом и так дальше. Вот это как раз Мавар, ну это понятно, что это слово ОВР, да, Мавар, да. От раскрытия Всевышнего Эль-Шадай, раскрытие именем Ют-Кей-Вавкей. Вот именно, да, какая разница, да. Ума псура ешбэхах, леам асаруй, шаруй, шаруй, да, муака, микоцерох, умэвода, каша. Так, и в чем весть для народа? Да. А саруй это? Шаруй погруженный. Погруженный в мучения? Муака. В глубину, в глубины, в глубины, наверное. Да, 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 муака такое сильное слово, которое эмоциональное, которое выражает, ну вот внутренний раздрай совершенно, когда у человека, вот муака человека душит, вот просто, ну не тоска, потому что тоска по-русски это как-то, ну это что-то такое, да. А вот муака это вот что-то такое, когда человек вот такая безнадега, вот муака это безнадега. Вот если я не знаю, вы в курсе или нет, там, начиная с каких-то 60-х годов и так дальше, ну уже 70-е годы, а в наши дни это просто захват всех олен. Это прорыв называется музыка Мизрахит, то есть музыка выходцев из восточных общин, правильно? Вот. И часто тех, кто над ними как бы, ну не то чтобы над ними, но не смеются так потронивать, потому что часто в основном любовная тематика, там я тебя, ты меня, и как бы это пискать, 99%, да? Окей, вот. А вообще раньше-раньше это были вот все время эти шерей, называлась шерей Киэфа, муака. Вот муака это вот все, у меня полный раздрай, я такой, у меня ничего нет, душа болит, куда деваться и так дальше. Вот муака это вот такое вот слово. Именно вы видите, как на слух оно не очень употребляется, это больше в каком-то некотором ироническом смысле, но так, как литературное, конечно, да. Итак, какая муака, да, от бессилия и тяжелой работой? Коцерох, да, даже я думал, бессилие, тут же как бы не сила, тут стоит рох. А микоцерох, это означает... Как ты говоришь? Буквально получается сокращенного, сокращенного или короткого духа. Ну да, вот смотрите, какой антоним от слова есть долготерпение, правильно? Пороче так, долготерпеливый, правильно? А вот его антоним, это как раз не долготерпеливый, а это вот короткотерпеливый. Или коцерох, это очень, очень, очень распространенное слово, когда человек, он у него как бы, он все хочет быстро, быстро, быстро. Вот сейчас самое главное слово современности, это ахшап, сейчас, сейчас, сейчас. Вот это называется коцерох. У меня вода кашал, окей. И из-за тяжелой работы, правильно? Окей, переходим дальше. Да, молодец. Отлично, да, все замечательно. Ань, можешь дальше? Да, барур лэколь, барби, барбераф, это что за выражение такое? Барбераф. Ну, в общем, понятно любому, я там вообще не встречал такого барберафа. Ясно всем, это, видимо, какое-то, а дальше дематическое выражение, наверное. Ясно всем, что, ну, как бы, мы имеем дело, или нам сейчас открывается не какое-то новое имя, которое было скрыто до всего, да, как бы, до того момента, до конкретного момента. Чем занималось Писание? То есть Писание до сих пор не занималось вот этим вот именем. Ну, и как бы он говорит, ну, от перемен и мест слагаем, грубо говоря, да. Ну, хорошо, другое имя, ну, что? Ну, как бы, а какая в этом разница? Мы назвали другим именем. Ну, как бы, от обратного, да, за... Нет, по-моему, там, речь о том, что я как-то понимаю, что это имя-то ведь не новое, то есть оно уже упоминалось, это имя-то. Так, значит, Жигарейгам, А, вот. Да, вот то, что пишет. Ну, еду уж, это шем-а-шем, то есть ведь отцы и працы знали имя четырехбуквенное, то есть они... Да, 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 да. Не слышали. Это то, что ты говоришь, да. Как известно, как ясно в этом завете, вот этими безделенными половинами, да. Берешит, вот там такая-то там... Да, да, да. 15 или 16. Да. Так, вэхалом сулам Яков и вэс... где просон, просон, сон лестницы Якова. Да, да, да. Так. Ахидуш, эйно, эф, апо, афо, бэцем, бэцем, акрия, бэшем, юткей, вапкей. Да. И новшество не в сути, как бы, произнесения или прочтения. Смотри, бэцем это только в том, что я думаю. То есть хидуш не только в том, что здесь, говорят юткей, вапкей, юткей уже был раньше. А хидуш в чем-то другом. Да, значит, новшество не в этом самых, вот в этом произнесении этих звуков имени. или бэцем, а то хан, а то хан, а то хан, а то хан. Да, правильно. Но как бы бэцем, а то хан, как бы содержание, как бы содержание, особый, а то хан и мю хан. Как ты перевела вот это важное слово бэцем. это как вывод сейчас вынимается оно было сказано вынутие или вынимание этого особого содержания скрытого Аганус, которое было скрыто в этом имени от Коаха это как бы из потенциала в актуальное это 100% Коах на иврите это из потенциального в актуальное то есть идея такая, что имя Юткей Вавкей да, действительно, раньше было и говорится где, в Бритбенов Тарин например, в Сулам Яков но там, там, это было в качестве обещания я вам обещаю в качестве этого припечатаю своим именем а сейчас я вам говорю Юткей Вавкей почему? потому что я говорю, было обещание а сейчас, вот этим именем я вам обещаю, что это сейчас будет осуществлено на деле подожди, подожди сейчас там будет дальше про обещание да, да, да ой, спойлеры МААПЭХ МААПАХ 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 БЕН НААГАТ АШЕМ правильно значит, что это за, как бы, переворот что за переворот правильно в руководстве в руководстве Всевышнего получается ну, да, провидение, грубо говоря потому что по-русски на ГААТ АШЕМ, да на МААЭК это же как это, как управление какое-то управление, да а на ГАА это какое-то это какое-то командование или там а на ГАА это командование, да МААЛИК это лидер да управление в КАИЦАДУ БАЛАЕ ДЕЙ БИТУЙ БЭХИЛУФЭЙ АШМУТАВ да и значит КАИЦАД КАИЦАД каким образом или как и что что это в чем тут как это проявляется в да дословно выражается БИТУЙ как это выражается в БЭХИЛУФЭЙ ШМУТАВ как в смене в замене его имя его, в смысле его с большой буквы его это Всевышнего да ну хорошо ну я не знаю еще ли его следующий так ну Арслан кстати ну хорошо Арслан да Арслан мы слушаем ШАДАЙ так сейчас не могу ага ШАДАЙ МАФТИАХ АШМ МЕКАЕМ да ШАДАЙ ну мы говорили два слова мы рассматриваем ШАДАЙ правильно и АШМ или ЮТКЕЙ ВАФКЕЙ да объясняется заговор только ШАДАЙ это что МАФТЕХ что такое МАФТЕХ обещает правильно а дальше ЮТКЕЙ ВАФКЕЙ либо сокращенно ЭЙ да АШМ мы говорим АШМ мы говорим МЕКАЕМ что же МЕКАЕМ существует ну осуществляет выполняет да тот кто делает это КАМ КАМ это вставать соответственно ЛЕКАЕМ пель от этого не просто вставать а делать кого-то встающим то есть как бы ну не поднимать его потому что это называется ЛАРИМ а вот ЛЕКАЕМ это реально осуществлять сделать это чтобы это был НЬЮМ КИЮМИ КИЮМ это существующий да окей дальше ну по следам по следам дословно по следам так оно и есть по следам кого ХАЗАЛЬ ХАЗАЛЬ мудрецы это сокращение правильно ХАХАМЕМ ЗИХРУНАМ ЛИВРАХА да мы говорим просто мудрецы РАШИ по следам мудрецов мудрецов да исследует ну объясняет комментирует так обычно говорят ПЕРУШ да дальше правильно это цитата которая у нас была в ПАСУП да что это означает объясняет РАШИ да ЭВТАХТИМ ЭВТАХТИМ ШЕВТАХТИМ ХАБЕТХОТ ХАБЕТУХОТ УВЕХОЛО УБЕКУЛАН АМАРТИ правильно как это перевести ШЕЕВТАХТИМ ЭВТАХТИМ ЭВТАХТИОТАМ ЭВТАХТИОТАМ и в одно слово ЭВТАХТИМ ну сейчас так не говорят но это Танахическое и соответственно РАШИ идет поэтому когда надеется тихо это вот это вот М хотя по идее здесь должно быть я думаю ЭВТАХТИМ может быть ЭВТАХТИЛАЭМ наверное потому что если бы это было вот эти вот автоходы должно было быть Нун правильно потому что это женского рода может ЭВТАХТИМ скорее всего это обещал им обещал им что автоход это обещание правильно УБЕКУЛАН АМАРТИ и скажу и во всех этих автоход во всех этих обещаниях я сказал припечатал что я сказал они они Эль Шадай то есть обещают и говорят они Эль Шадай в современном иурите да это говорится так Алай Алай когда человек говорит слушай на кто там будет вот это вот делать значит какой-то человек говорит Алай Алай значит на мне положись на меня это вот как бы такое выражение прыжки в современную действительность как будет называться на иурите страховка кстати есть соображения ну что-то типа БИТОХ там я знаю БИТОХ БИТОХ как будет страховка машины БИТОХ как будет страховка квартиры БИТОХ 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 а как последнее как будет например страховка да страховка жизненная перестрахование жизни БИТОХ БИТОХ А как будет страховка ипотечной суда БИТОХ вот 100% а как будет агентство страховое агентство а как будет страховая полиса полис от битвов но практически все окей ну хорошо идем дальше правильно а имени моего ашем не сделал им открытым ну да и в смысле именем а именем ашем я не объявлял сын я не показывался не они проявлялся как угодно вот все эти слова как бы они описывают но дать и лайн дальше как объясняется раше бамида амитит шели правильно правильно вот на нем и на слово данный момент и двора и на и манны на и манны каим двора и и в такте и в такте просто перьянки белоке янки правильно это тоже перец замечательно так ну хорошо как что означает я именем всевышний говорит я имуше говорит я именем ашем им как бы не проявился и вот проявился как бы правильно сказал но не проявился не осуществился что это означает бамида амитит шели шалека не крашми ашем на меня на каим двора и шалека и в такте велокие ямки окей как перевести в мире в мире так амитит амитит ну как бы настоящей истинной мирой да моей моей который на ней нет по которой я называюсь ашем то есть я называюсь ашем по моему свойству настоящему да в чем заключается это свойство вот стоит как бы тире какое что означает ашем верный верный существующие слова что не так верный осуществлять мои слова то есть я говорю и осуществляю и это заключено в слове ашем это тот который осуществляет то что он говорит у него есть сила осуществить сказанное ну а поскольку про отцов при жизни как бы этого не произошло он говорит что я им сказал но реально они этого не видели дальше шарей просто просто стоит в прошедшем времени обещать в прошедшем времени ведь обещал правильно я им да я обещал и что и то же самое и не осуществил правильно обещал но он не осуществил потому что при жизни про отцов этого не было не произошло правильно это было что-то ну вот хотя каким-то образом чем пересекается я честно говоря просто так это сказал для приведения как бы аллюзии современным современным языком но вообще-то очень похоже это как полис от бетуха всевышний дал некоторую полису бетуха про отца он сказал знаете вы что будет так вместо того как полису бетуха стоит штамп или я не знаю что то но твой аудель вашем сказал у меня вместо этого штампа будет мое имя аняши они ашем это означает что все а лайк я это выполнил а вот теперь говорит маша ты пришло время как бы это называется да проявить проявить то что было осуществить то что было обещано обещано окей альпи 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 пируш зэ ашем да и мишмато машмауто машмауто махтех да вот жирно написано на себе ну хорошо что это значит альпи пируш зэ ашем согласно согласно пирушу это имя шадай да но было было услышано что ли не машмауто машмауто это смысл его смысл в чем его смысл в обещании обещание да его смысл шадай этого обещания что что написано на мезузе правильно на мезузе написано третий буква шин дал от ют правильно окей ну правда там это объясняется по-другому есть разные варианты шин дал от ют объясняется шумер глатот израил хранящие как они двери израилевые поэтому шадай да а когда это говорится про створение мира дам ше о шеа марлы о ламу дай это тоже эль шадай но здесь как бы раша объяснять шадай шадай это который дай который дай вот я думаю важное слово здесь дай дай это смысле достаточно подожди подожди сейчас будет дальше хорошо да я на меня в голове всплывает то что когда я переводил окей дальше машин машин правильно маш мото-микаем правильно а смысл смысл осуществления правильно осуществляет либо выполняющий правильно тот кто делает это ки-юм 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 этого существования ки-юм это то что на европейский язык называется экзистенция ки-юм вот как называется на еврейце экзистенциональная философия философия ки-юмит то есть ки-юм от существования окей ну хорошо дальше звучит вообще очень расхожим еврите своими дай бы автоход дай дай окей микан и лах и лахта дальше отсюда и дальше и добру ахама амаси да да в я один то есть цель и задачи не уфтеху смотрите это просто интересно с точки зрения как бы глагола правильно у нас был интермафтех правильно мафтех это пель а здесь уфтах что такое уфтах это пуаль то есть это пассивная форма аллаха аллаха ламасе это такое устойчивое выражение аллаха ламасе это на практике потому что вы знаете есть аллаха есть аллаха ламасе даже с точки незаконных есть аллахот который ну скажем так теоретически а когда человек говорит так что он делать эту ситуацию, но это Аллахала Маосе, она так. Поэтому переводится Аллахала Маосе, это как бы на практике, что реально надо делать. Ну, хорошо, переводим. Дай бы автоход. А, нет, мы начали с этого. А, ну, хорошо. Аф-сура, аула, амин, аф-суким. И эта новость поднимается из пасуков этих. Вот она такая. В чем заключается? Что тут нового? Что нам сообщается в этих суким от перехода от Эль-Шадая к Юткой и Ваткой? А именно? Достаточно обещаний. В данном случае, да, это хватит. Дай бы автоход. Когда приходит человек и стучит кулаком по столу где-то, да, и он говорит, вот вы мне все время обещали, а там и в тахтем, и в тахтем, и в тахтем, и в тахтем. То есть вы все время обещаете, обещаете, обещаете. Ну, как бы имеется, обещаете, но не выполняете. Он стучит по столу кулаком и говорит, дай бы автоход. Хватит обещаний. Ну, по-русски, по-видимому, просто здесь это как бы не так, потому что это как бы речь Всевышнего, но если это обычная речь, то должно быть слово пустых обещаний. Что он говорит, дай бы автоход. Все время повторяются обещания, и они не выполняются. Теперь дальше. Мекан. Из-за этого... Не, Мекан. Отсюда и дальше. Отсюда и дальше. Теперь. Ну, по-русски, наверное, просто перевести теперь. Теперь. Будем говорить, да? Не добро, ама-асим. Будут говорить дела. До этого. Хватит обещаний. Теперь будут говорить дела. Какие дела? И дальше. Дела. И ве. Я один. Я один – это цели, задачи. Правильно? Ага. Цели обещаний? Нет. Шеуфтыху. Это пасит. То есть задачи, которые были обещаны. Или цели, которые были обещаны. Или просто по-русски. Или то, что было обещано. Дальше. Юкшиму. Аллахаламасе. Юкшиму. Это не факт в будущем времени. А будут осуществлены. Правильно? Лакшим осуществлять. Будут осуществлены. Будут осуществлены. Аллахаламасе. На практике. Сейчас они реально будут осуществлены. Правильно? Как на иврите будет материализм? Что-то гэш какой-то. Гэшмит или что-то много. Гэшмит. Ну, а какое слово вам приходит на ум? Дождик. Дождик. Наверное. Тоже как бы не случайно. Потому что как бы в Израиле, в отличие от Египта, откуда вышли, где вся, как бы весь Киюм, вот этот, он был зависел от разливающего Нила. Правильно? А в Израиле таких водных источников, как бы одного водного источника, который снабжает всю страну. Кенерат очень маленький. Тогда он, наверное, был очень маленький. В основном это дождь, который идет с неба. Правильно? Поэтому с гэшмом связано все, что связано с материальным существованием. Поэтому отсюда все, что связано с материальностью, это все связано с гэшемом. И поэтому то, что по-русски говорится «осуществляться», от слова «сущая», «сущая», это «юкшам». «Юкшам» – это тоже «осуществляться», переводится по-русски, хотя это от слова «гэшем». То есть материализуется, осуществится. А «лахалэмаасэ» – это означает, ну, вот на самом деле, на практике. Вот это «дай бы автоход», а вторая часть этого – это было, что это «осуществиться». Ну, хорошо, переходим, начинаем новый круг. Тимофей, ты можешь продолжать дальше, плиз? Да. Не-не, мы еще здесь, мы чуток не дочитали. А, студим, дам перескочу. Да-да. Пшуто. Пшуто, правильно. Значит, имя Авая. Ну, Авая, Авая – так правильно, это еще одно название, которое не упоминать, не читать, «юкей вавкей», как это пишется, называется «шема Авая». Ну, почему Авая? Потому что в этом слое, понятно, в этом имени Бога там есть все три времени. Будущее, настоящее, эсвека прошедшее, настоящее и будущее. Правильно? Поэтому называется «баталая». Окей? Дальше. Ахэн? Действительно, объясняется в свете этого объяснения по пшату. Ну да, то есть это, если это просто пшат, то есть это даже не мидраж, это просто видность простого пшата. Каким образом? МГВ – это АЕШ у муцью МИНАКОХ ЭЛЬ АПОЛЬ Ну да. МИНАКОХ Это ЕШ Я думаю, это осуществляющее как вот типа МЭКОЕМ. Вот только в каком-то больше общем смысле т.е. ЛЭКОЕМ это ну как бы вот есть АВТАХА обещание АЕНГО ЛЭКОЕМ. А вот МИНАКОХ это просто давать силу существующему. Правильно? От слова АВАЯ. Да? Это ЕШ. МИНАКОХ это ЕШ. то есть ну дает осуществляет осуществляет все это ЕШ. ЕШ это все что существует да? Дальше МОЦИ извлекает из стил действия. Ну опять вот это мы говорили КОХЭЛЯПОЛЬ это из потенциального в актуале то есть по-русски это просто осуществляет это на самом деле да? Но вот дословно МОЦИ это такое действительно выражение ЛЭЦИ МИНАКОХЭЛЯПОЛЬ это означает как бы вытащить из того что было потенциально и сделать это актуальным. Но по-русски это очень громоздко получается так как бы не сказать. А реально реально он это делает существующим осуществлять еще более простой перевод осуществляет на самом деле. Все. Окей? Дальше. АХКИЦАТ РОМЭСАШЕМ ШАДАЙ ЛЭМИ ШЕМ АВТИХ Да. Тогда каким образом намекает имя Шадай на того кто обещает? Да. Не очень эта фраза как-то АХКИЦАТ РОМЭСАШЕМ ШАДАЙ ЛЭМИ ШЕМ АВТИХ Какая немножко склютая фраза она очень простая но тем не менее я ничего не понимаю значит РОМЭСАШЕМ ШАДАЙ ЛЭМИ МАЗУМИ Каким образом намекает имя Шадай Где тут в нем содержится как бы Наверное да Наверное То есть как бы где этот перекод Где переход Да. Когда говорил именем Шадай каким образом подразумевалось что это перекодит в АШЕМ Вот этого не видно Вот это на то что хотят то что мы можем дальше Ибн Эзра Менаселевээр Ладар Раши Это Мила Шадай Док ЭНИТУК АШИН МИШОРЭШ АМИЛА Ибн Эзра пробует пояснить или осветить Да. По мнению Раши По мнению Раши Да. Слово Шадай Да. Внутри Нет Тохгдэй это в результате или как бы ну да в результате чего В результате НИТУК АШИН Ну Отрывай Букву ШИН Правильно Отрывай Букву ШИН Отрывай ШИН ИЗ КОРНЯ СЛОВА Ну да То что есть Шадай А можно если Отрывай ШИН ШТО ОСТАЁТСЯ ОСТАЁТСЯ То есть Не ШАДАЙ А ШЭДАЙ Ну да ШЭДАЙ То есть как бы ШТО ЗАКИТА КОТОРЫЙ ДОСТАТОЩЕ ИЛИ У КОТОРОГО ЕСТЬ СИЛЫ В ТОМ ЧТОБЫ ОСУЩЕСТВИТЬ Это вот как бы Такая Ну ПО ЭТОМ ВЫЧЕТ ВОЧЕ ДАЛЕКОВАТО От ПШАТ Сказать Что это ПШАТ ВОЧЕМ Это ТРУДНО ПРИНИМАЕТСЯ ОКЕЙ? Представить Что Это ПОЯСНЕНИЕ ДАЛЕКО От ПШАТО 100% Да Я ПРОЖАЕМ Тогда Ханам Парад ПЫТАЕТСЯ Объяснить ПО ДРУГЛОМУ Вот ЕГО Объяснение ОКЕЙ ШАДАЙ БАДЕРЕХ ОТЕВА АШЕМ БАДЕРЕХ НЕС Значит ШАДАЙ СОСЕМ 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 НОВАЯ ТЕМА Да Да А Всевышние Это Путь Чудо У нас есть два имени Правильно ШАДАЙ И ШЕМААВАЯ Или ЮТКЕЙ ВАФТЕ Или АШЕМ Он говорит ШАДАЙ Это что? Путь Природы Ну Природным путем Естественно Да Потому что Посмотрите Если бы не было Этого БЭТА Тогда было бы правильно ШАДАЙ ДЕРАХАТЕВА Но БЭ Это как бы По-русски Превращается Путем КЕМ ШАДАЙ Путем Природным путем Естественным путем Правильно Тимофей Сказал Что 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 Тимофей Уже сказал Естественным образом Или естественным Естественным образом Да Правильно Я не спорю Дальше ЮТКЕВАВКЕЙ Путем Чуда Путем Чуда Правильно Да Ну Неестественным Способ Да 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 БЭДЕРХАНЕРС Окей Нафига СОЛЕЛЬ Прости Я тебя перебью Интересно Обратите внимание Как бы Вы говорите Тоже очень визуально Интересно ТАВОА ЛИТБОА Это что-то Впечатанное МАДБЭ Это монета Почему? Потому что ЕЁЧИКА нам делают Правильно? ТАВОА Это что-то Как бы Впечатанное То есть Как бы Это что-то Что находится Внизу То, что Как бы Чем-то Чайканом Впечатали Правильно? И это Природа С той точки зрения Каким образом Она была сотворена А что такое НЕС? А НЕС Это прямо Противоположное Что НЕС Один из смыслов Это чудо Но с другой стороны Это еще То, что По-русски Не русский Слово Но тем не менее Флагшток Это вот этот Вымпел То есть НЕС Это то, что Вот так Вот НАТ А ТЭВА Это то, что Наоборот То, что Впечатано Внизу И это Визуально Очень как бы На мой взгляд Красиво Когда говорится БАДЕРЭХА ТЭВА Что значит ТЭВА? ДЕРЭХА Вот он Темплей ДЕРЭХА Природы А БАДЕРЭХНЕС Это совсем другое Это то, что Вымпел Это флагшток Это то, что Всем видно Это то, что Становится у всех На виду И все говорят Вау Как такое может Произойти Ну типа Не знаю Расширение Красного моря И так дальше Окей Да, простите Я перебил Но мы читаем дальше Ничего Так В эфиках СОЛЕЛЬ ИБНЕЗРА УВЕ АКУТАВ АРАМБАН ИКУТАВ Да ДЕРЭХ СОНЕ ЛЕМИШМАОТ Блэй, только ШОНА Почему? Просто ШОНА ДЕРЭХ ШОНА ДЕРЭХ ШОНА ЛЕМИШМАОТ ЛЕМАШМАУТ МАШМАУТ Слово просто Это просто Существительное МАШМАУТ Значение Опять от слова ШМА Вы видите, что это от слова ШМА Потому что на иврите Слушать Это еще и понимать И отсюда тоже ШМА ИСРАИЛ И поэтому Слово МАШМАУТ МАШМАУТ Это вообще говоря Значение Хотя По идее Это должно быть близко К тому, что просто Слышится Но реальный перевод Это значение МАШМАУТ Да МАШМАУТ 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 Правильно В КАХ КОТЕВ АРАБАН Замечательно Так, переводим Да Таким образом Ибн Эзер готовит почву Ну, готовит хорошо СОЛЕЛ СОЛЕЛ Это вот Есть, насколько я понимаю Несколько стадий Как делают дорогу Да Во всяком случае Современную И раньше, наверное, тоже Да Сначала это проклад То есть Вот это расчищение И делание ее В виде некоторой Такой вот Магистрали Правильно А потом Для того, чтобы по ней было удобно Либо идти Либо сейчас ездят Ее вот Там щебень Потом, я не знаю Там асфальт Весь этот процесс Ну, вот этот вот процесс Делание ее магистрали Расчищение Да А потом катками проходит Вот это называется ЛИСЛОЙ СОЛЕЛ Да То есть Прокладывает вообще По-русски Да Да Так И по следам Рамбана Да Как бы Ну, да Прокладывает другую Дорогу Да К смыслу Перехода От Шадай Да К имени АВАЯ Да И таким образом Рамбан пишет Итак Пишет Рамбан Да Так ВИНЯН АКОТУВ КИ НИРА АШЕМ ЛАВОТ БЕШЕМ ШАДАЙ ЛАСОТ ИМАГЕМ НЕСИМ ДОЛИМ Да Так И смысл написано Что Показывается Всевышний Отцам Именем Шадай Да Чтобы сделать С ними Великие чудеса Ну, да Либо через Депричастие Делая с ними Великие чудеса Да Правильно ШАЛЮ НИТБАТЭЛЬ БЕГЕМ НуАК АЛЛАМ Правильно Так Что НЕ НЕВТАЛЬ ЭНИТБАТЭЛЬ При этом Битуль Это аннулируется При этом Не аннулируется От них От кого Из этих Вот НИСИМ ДУЛИМ Там не аннулируется Что НуАК АЛЛАМ Управление мира Ну, как бы НуАК В смысле Стандартное Управление Миром Да Даже Ну, да Управление В смысле НоАК Это правило Как мир себя ведет То есть Как бы Обычный способ Люди не видят В этом Что это то Что по-русски Называется Чудеса В этом нет Никакого НЕСА Ну, считают Что-то Как бы нормально Так это должно Как оно и происходит Правильно С другой стороны АВМ НЕСТАРИМ Да ИХАШЕВ БАГЭМ ЛЕРОТ ШЕВУ МИНГАГО ШЕЛЛАМ Да Так И это значит Чудеса Да И это Стрытые чудеса Потому что С точки зрения Внешнего взгляда С которой Он не знает Что Всевышний Это делает Ему афикают Что это нормально Развитие событий Правильно Но с другой стороны ИХАШЕВ БАЭМ Считаться ИХАШЕВ БАЭМ ЛЕРОИМ ШЕУМАН ИГОШЕЛЛАМ ИХАШЕВ В смысле Засчитается Вот я думаю Засчитается В них В них я думаю Этих НЕСИН Да ЛЕРОИМ ШЕУМАН ИГОШЕЛЛАМ В глазах видящих Ну да Кто управляет миром Да Так ну что Передам может Ну хорошо Пожалуйста Нет проблем Ань давай Так Вейны Амара ШЕМЛЕМОШЕ НЕРАТИЛА А вот БКОХ ГЕДАЙ АШЕР АНІ ШОДЭТ БО А МАЗАЛОТ ВЕОЗЕР АЛЕ ЛЕВХІРИ 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 БХІРА Я думаю ЛЕВХІРИ Так АЛЕВХІРИ Интересно Значит И вот ГОВОРИТ Всевышний ЕМАШЕ Да Явился я Открывался Являлся Я Отсам БКОХ Как бы В потенции Что ли В потенции В потенции СИЛЫ РУКИ МАЙСИ СИЛЫ РУКИ МАЙСИ КОТОРЫЙ 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 Я Как получается Ограбил Ограбил Их Отобрал Отобрал У них Ну как это Судьбу МАЗАЛОТ Как это Я думаю ШОДЭТ БО БО Это Кто такое БО НЕЛЕТИ ЛАВЛОТ БКОХ ЯДИ АШЕР АНІ ШОДЭТ БО В нем БО Я думаю БКОХ Может быть БО это БКОХ Ну Вот этой силой Которой Я отобрал У них МАЗАЛОТ Я думаю ШОДЭТ БО МАЗАЛОТ Это Означает Во-первых Игра на слове Нам же надо Как-то ШАДА Объяснить Правильно Да Поэтому понятно Что это Как бы Что ШОДЭТ МАЗАЛОТ Обратите внимание Мне кажется Игра Во всем Что прочитала Аня Она в двух словах МАЗАЛОТ И ТОЛАДОТ МАЗАЛОТ 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 Это как бы Запрограммированная судьба Это пазлы МАЗАЛОТ Это пазлы Надо взять Дело поменять пазлы Собрать у него Предписанное Ну как сказано Про Абрама Что Всевышний Его вывел Да То есть например Например Что это означает Абрама Абрама в сто лет Не могла родиться Какого не может быть И Сара не могла родить Там 90 лет Ну тем не менее Родила Ну по-видимому Это вот МАЗАЛОТ А еще есть Еще есть Это ладот Это вот будет дальше А таладот Как бы Это вообще Изменит Отобрал у них Так сказать Приписанную им судьбу Эзерлафхера И как бы Я поддержала Поддержала Избранных Избранных моих Или как Что-то такое АВАЛЬ БЭШМИА АВАЯ Но Однако С помощью имени КОТОРЫМ КОТОРЫМ Я КОТОРЫМ Я НЕГЕ КОЛЬ Осуществляю Все Осуществляю Все Сущее Правильно Я им Я им Не объявлялся Что это означает Чтобы Леврот Чтобы создать Для них Хадашот БэШМИ Как бы Чтобы создать Для них Нечто новое Новое сущее Новое сущее В том Чтобы В изменении Как бы Ладот Это порождение В отличие В изменении Это как бы Сложная материя Но я думаю Что-то можно понять Так я понимаю Мазалот Это ну понятно Что речь идет о светилах Да Вот он их меняет И как бы Это Но вообще Это по-моему Это типа Как это вот Пазлы Которые в картине Меняются То есть реально Пазлы Меняются Но при этом Сущее Не меняется А вот Туладот Совсем другое Туладот Это как бы История всего Существующего Потому что Одно происходит Из другого То есть Это изменяет Весь порядок вещей Вот такая идея Правильно По-моему Так Окей И тогда Согласно Этому Комментарию Смысл Вот Этого имени Шадай Вот это Более простым Языком Объясняем Смысл Значит Этого имени Шадай А на Агабе Ну как бы Управление Чудесное Управление С помощью Скрытых чудес Природным образом Скрытые чудеса Которые проявляются Как природные Естественным Как бы Как еда И Как бы Против И против них Напротив Напротив Море Указания Имя Я думаю Море Ашем Показывает Ашем Просто показывает Как учитель Море Ашем Море Всевышний Показывает Море Шем Авая Показывает Имя Авая Показывает Указывает На чудесное Управление Чудесное Изменя Изменяющие Законные Мешаные Изменения Здесь Вот Здесь Ключ Бады Рахатэва А здесь Ключ Мешанэд Мешанэд Хукэй Атэва Окей Да Все правильно Так Так Диврей Мушэ Байм Апо Лебасэр 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 Амусраэль Китам Идан 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 Ткуфа Период Эпоха Да Время Да Время Так Анаага Бедерихатэва Да Бэ Мэта Вайлах Да Яхэль Яхэль Тейлих Тейлиха Да Таалиха Геола Да Абанисим Галуим Вэйны кольбаса. Замечательно. Так, Деврей Маше, значит, и, значит, соответственно, слова Маше, которого отправляют с известием, с сообщением к народу Израилю о том, что там кончилась эпоха, ну, как бы природного естественного управления. Ну, да. И отсюда, и а тут дальше далее. В дальнейшем, да. В дальнейшем начинается период, процесс Геулы с помощью, как это, несима Галуима, открытых чудес. Чудес, да. Вот это вот важно. Перед глазами чудеса. На глазах всех. Глазами всех глазам. Понятно, что это имеется в виду, казнь, рассечение. Всего сущего, как сказать. Так. Или шагам лапирушсы нотер пируш нотар пируш ашем шаддай стом. Сатум, да. Сатум. Однако и это объяснение как бы оставляет вот этот смысл имени шаддай скрытым. Да. То есть ему не нравится объяснение. А вы не сайон лэ газро гзеро. Ну, вывести его, вывести его. Попытки попытки газро гзеро налишон шот в газаль шельху гэтева. И попытка как было газро определить или вывести это имя из слов вот это шот шот лагаза. Ну, да. Там был шаддай, а тут шот. Грабеж и воровство и грабеж. Ну, да. Ограбление законов природы. Ну, как бы умоление или устранение законов природы, получается. Законов шотдет это амазалот. То есть как бы отнимание или отнятия Ну, дословно грабеж базалот. То есть созвездие. Да, судьбы как бы вот этого штука. Так, калешон арамбан по словам по языкам говоря языком арамбана нирэ рэхок нирэксуту шельмикре кажется далеким от прямого смысла описания. Ну, да. Это стиль ханат-барата, который он приводит классические комментарии. В прямом смысле тоже. Приводит классические комментарии, но при этом как бы ну, ты знаешь, в данном случае бывает, что арамбану тоже кажется, что это в общем притянуто за уши, грубо говоря. Ну, красиво звучит, но уж явно не пшат. Окей? Хорошо, переходим к Арслану. Правильное понимание? Да, к Арслану. Да. Элухим Боре Шадай Михае Ашем Менагит Манагит. Ну, да. Теперь у нас получается новый расклад. Тут у нас был Шадай так, Юткей Вавкей так. А теперь у нас как бы новый расклад. Какой новый расклад? Новый, то что Всевышний... Три имени Бога, правильно? Есть Элухим, Шадай и Ашем. Каждый из них здесь говорится, что это другая ипостась. Какая? Элухим это что? Творец. Творящий, да, Шадай. Живущий. Ну, осуществляющий, скажем. А что такое Ашем? Управляющий. Манник это руководитель, Ну, руководящий. Окей? Вот теперь у нас такой расклад. Окей, ну, посмотрим, как это будет происходить дальше. Дальше. Ну, Хах Акоши. Да. Шебефи Шебеф Пирушим. Шебеф Пирушим, да. Акудмим Доме Ки Нитан. Да. Льо Ци Нитбах. Да. Басав. Да. Фиануах. Фиануах это разгадка, раскрытие. Фиануах Асот Аганус. Да, скрытый, да. Бешмот Ашем. Да. Ви Хамавар Лимах Лех. Ви Малах процесс. Малах Процесс. Ага Геула Мешем Эхат Лемеш Нэх Мешнэл. Мешнэл это другой. Итак, Ноках Акоши Шебеф Шима Акудмим Так, я вот это не смогу перевести. Нет проблем. Ноках Это значит по-русски перевести в свете или в присутствии. Вот это вот слово Ноках оно достаточно как бы распространено, потому что вот, например, посещаемость в классе спрашивает, кто сегодня присутствовал в нороке. Вот наявите называется Нохахте. Они Нохахте Я присутствовал. Поэтому здесь Ноках Акоши это, скажем, в присутствии трудностей. Но по-русски так не очень звучит. Как бы идея такая, что в свете трудностей по причине трудностей какой? В чем? Шебе Перушим Акудмим Шебе Перушим Которые были до этого? Ну да. Вот из этих трудностей, которые у нас были в предыдущих объяснениях. Доме Выглядит как Доме в данном случае это такое служебное слово типа представляется. Представляется что? Представляется данным. Не, Нитана АЦ можно предложить или стоит предложить. Нитана АЦ Нитбах Что такое Нитбах? Нитбах Нитбах Это такое слово, которое говорит еще один уровень, дополнительный уровень объяснения. Потому что Нитбах это слой, но не слой геологический, типа классный. А это Нитбах именно в смысле как бы мыслительный. Можно предложить вот другой как бы уровень объяснения. Какой? Лепианох Для чего? Лепианох АЦ Мы знаем, что Йосиф Вот это звучит на эту тему. Пане Лепианох Это совершенно когда оно переговорится о том, что не про нас будет сказано, не дай бог преступления, кого-то убили пятое и десятое. Это называется, например, как, наверное, раскрытие убийства. Понимаете? пианох микре аэрэцер. То есть раскрытие микре это случая убийства. Либо по-русски просто раскрытие убийства. Это называется пианох. Пианох это вот разгадывание, когда человек вот у него клубок такой, а он, значит, пытается дойти вот откуда это идет. Вот это называется пианох. Вот пианох это разгадка чего? Асода для разгадки тайны, которая заключена в чем? В именах. Правильно. В именах Всевышнего, да. Дальше. Вэа Мавар и через... И переход. Мавар это переход, да? Вот я говорил Мавар Хацая это пешеходный переход. И переход во время чего? Вэмаала Хагиула. В процессе в процессе освобождения Геулы от чего? То есть переход должен быть от чего-то к чему-то. Ну вот мы это и видим. Ми, Ле, Мишем и Хат, Ле, Мишнео. От имени одного? От одного имени к Мишнео. Мишнео просто к другому. И переход в процессе освобождения, ну как бы освобождения Геулы, да, от одного к другому. Сейчас мы Муше начинается, он как бы предвосхищает и он идет объявлять в Ней-Сраэе о начале процесса Геулы. И этот процесс Геулы связан с переходом от одного имени к другому. До этого было Шадай, и Юткей, Вавкей. Окей? Читаем дальше. Рибон Рибон Ауламим Медгале Беуламо Бишло Ша Мемадим Зе Аль Габей Зе Аль Габей Зе Рибон Ауламим Владыка Мира Дальше Медгале Беуламо Открывает Мир Проявляется в своем мире, то есть в своем мире, в мире, в котором мы видим наши глаза. Как он открывается? В трех ипостасях. Да, ипостасях. На самом деле Мемадим это сегодня вот это распространенное слово, это то, что называется трехмерный, мерный. Как на иврите говорят трехмерный, трехмерное пространство. Либо шалош Мемадим, либо берут как бы слово тлат, называется тлат Мемад. Тлат Мемад это объемный размер, именно вот это Мемадим. Когда человек приходит мерить штаны, брюки и так дальше. Главный по сравнению с текстом, который мы читаем. Как он спрашивает, есть ли у вас мой размер, как он спрашивает. Говорит у вас есть Медар Баим Башмона. А как те, которые меряют модет, те, которые такое меряют. Окей. Ну, хорошо. Зэль, габей, зэль. Вот это важно сказать, что эти три метод, три, как правильно сказала ипостаси в данном случае, но вот зэль, габей, зэль, они не разделены, а одно как бы, одно грубовое одно на спине другого. В самом случае, габей, это служебное слово. То есть, одно на другом. То есть, в управлении мира мы видим вот эти вот три ипостаси, которые вот здесь у нас были, правильно? Вот эти. Боре, Мехае, Маник, они все три, вот один как бы с другим. Вот такая смешанная вещь из этих трех ипостасей. Окей. Дальше объясняется подробно каждый из них. Читаем дальше? Амимат, амимат, помню, сразу же висюда нет. Меймат, по-моему, считается. Меймат. Амимат Аганус 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 Бешем Элогим Элогим, да. Первая ипостась Да. Ну, Элогим заключенная, в форусской словаре получается типа заключенная. Сокрытая, да, вот хорошо сказать сокрытая. Сокрытая в имени каком? Элогим то, что принято в русскоязычной иудаистической, скажем, традиции, это переводится словом Бог. Просто то, что по-русски называется Бог. Вот называется именем Бог. Дальше, Мевате 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 от Итгалут Итгалут Ашем Кебааль Правильно. Хахохот Кула, да. Вот это вот имя Бог или Элогим это что? Мевате Итгалут Ашем Кебааль Кох Кулам как привести? Мевате выражает, правильно? Выражает. Что значит Итгалут Ашем? Открытие Ашем. Проявление Всевышнего в качестве кого? Кебааль Кохот Кулам. Хозяин всех сил. То есть он дословно хозяин всех сил. По-русски надо было немножко слайдер, но дословно действительно хозяин всех сил. Окей, Абуре Акохо Абуре Бекохо Векворото Шамай Вааль Еш Ме Айн Замечательно. Ну то есть вот этот обладатель как бы или он тот, который владеет всеми силами в чем это проявляется? Абуре Бекохо Векворото Шамай Вааль Еш Ме Айн Который Свои силы Ну свои силы да Свои мощи Свои силы Ну вот тут и есть свои силы и своей мощью Да Шамай Небеса и землю Да Ну земля и небеса Еш Вот это очень важно Это как бы принцип который называется Еш Ма То есть существующее существующее не существующее Да Это Ну помните известное объяснение Раши к первому Псуку Торы Буре Шамай Бра Слово Буре это Ешмян То есть Ешмян то как бы человек он не может создавать из ничего Все является перетрубацией энергии или изменением формы энергии Человек не может из ничего что-то сделать надо из чего-то Берет кусок дерева и делает из него не знаю там что-то Правильно Точно так же все остальное оно любому а Всевышний он Еш то есть создает из ничего Пример этому Шамай Шамай Земля и небо Дальше Давайте я передам Да нет проблем Пожалуйста Тимофей Так Да А Мамат Шени Аши Мамат Шени Да Аганут Бешен Шадай Да Мивта Мевате Мевате Выражает Мевате Эт Итгалут Ашем Ке Мишмат Аузам Азе У Мохия Ото Вот это вот слово ты сказал или я пропустил вот это вот слово А Азанет Ну да Кормящие Это от слова Мезин Мазон Это Еда Да Понял Так Перевожу Давай Значит Состояние второе Да Скрытое в имени Шадай Да Объясняет Выражает лучше Мне кажется Да Выражает Выражает Раскрытие Правильнее Раскрытие Всевышнего Как Душа Мира Нишмат Да Правильно По-русски Это так звучит Да Окей Нишмат Улан Да Азанал Михаэ Вот это вот Женский рот Питающий От Нишама От Нишама Да Которая Душа Которая Питает И оживает Питает И осуществляет Вот так Да И поддерживает Жизнь Да Его Да Ото Это как Что такое Ото Ото Это Ола Его Его В смысле Нет Да Дальше Умико Ха Ше Ают Хиют Хиют Это Жизнь Хиют Да Хиют Оламит Да То Орех Аулан Киец Ра Динамит Ну не от слова Динамит взрывающий А от слова Динамит В смысле Не статический А динамический Динамит Шейна Пусэкет Замечательно Так И силу Ее Ну В силу В силу Да В силу чего Или в качестве Или в силу Как угодно Чего Хиют Замечательно Ну Да Ну как бы Мировой жизненности Опять Это по-русски Надо Это ненормальный Перевод Надо было Что-то придумывать Но мы Стараемся Более Дословно Поэтому Это Как бы Мировая Жизненность Да СО Да Вот в силу Этой Мировой Жизненности То что Питает Жизненным Соком Все существующее Если Это не написано Это я сказал И дальше Зе Пурех Ну летает Что ли Нет Почему Вот цветет Расцветает А слово Пэр Как бы Цветок Да Расцветает Да Мир расцветает Как создание Динамичное Ну да Как такое Динамичное Произведение Которое Что Которое Не Которое Не прекращается Не прекращается То есть Идея Если Человек Там Фудожник Нарисовал Картину В тот момент Когда он Положил Последний Мазок И на этом Кончился И начинается Ее процесс Старения Да Потом Приходят Реставраторы И начинают Чуть Такую Подправлять Она Как бы Моложе Выражение Человек Моложе Не становится Человек Родился Все С этого Момента Начинается Отчет Он Начинает Как бы Это С То Это Все Время Поддерживается Динамический Процесс Все Время Появляется Новое Умирает Старое И так Это Происходит Дальше Это Называется Динамическая Яйцератка Красивое Не знаю Можете Глазами Представить Что такое Динамическое Произведение Которое Недоступно Человеку Дальше Ашем Да Тимофей С нами Алло Да Выключил Проблема Ашем Ашем Шандай На Крепер Уже Жоршоба Милашат Да О Еще Мы все время Крутились Вокруг Шадай Это Очень интересно Мы все время Пытаемся Как бы Раскрутить Это Слово Да Тут Уже Помните И Шодет Был И Разбойник Был Потом Шин отбрасывали Оставалось Только Дай Достаточно Дай Автоход А теперь Получается Еще новый Перуш К тому же Самому Слову Шадай Очень Интересно Какой Значит Имя Шадай По этому Пояснению Исходит Из корня Слова Шад Шад Что такое Шад Грудь Правильно Мы говорили Про кормящего Но вот Шад Как вас На эту Тему Да Умешмауто Мешмауто Да Замечательно Кэшадай Им Кэшадай Эм Кэшадэ Эм Я думаю Гэшадэ Эм Кэшадэ Эм смысл ну рождающий она к выразила на на к это просто кормление вот кормление женщиной не не попали кормление мать и ребенка называется она к просто реально слова на к словам и ник миник это тот который и так кота который то которая кормит грудь и дальше она к выазана если она да кормящие кормящие ну смотри мне кажется такая как я понимаю она к это женщина мать кормит груди называется процесс а на к а за на это питание из питания это ложкой берут и кормят ребенка либо человек берет самой ложкой сам себя кормит это называется азана окей а вот она к и специфическое слово которое именно когда мать с помощью шада с помощью груди она кормит ребенка как грудь наверное на грудь иначе ты была в обновленном числе а мы не код кэш-дэ-э как грудь матери кормящие кормящие ребенка да кормящие ребенка если видите у нас тут теперь куда-то от слова шада и теперь оно привязывается к слову шад окей дальше наверное передам мало времени остается ну как хотите пожалуйста ай давай ну хорошо последний зал так так где там так мы в ахэн мацэну 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 бетура шэ мэкох шэ мэкох шэ мэкох шэ мэкох шадэй баа прия варвия лэолам таким образом мы находим в торе шэ мэкох 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 шэ м и приходит в мир прияурвия. Прияурвия? Так, лафехаха. Только одну секундочку, это вот забавно всегда. Как по-русски прияурвия в одно слово переводится? Прорва. 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 Вот это и есть та самая прорва, что значит прорва, значит геометика как прогрессия. То есть у одного и второго, то есть у родителей, папы и мамы, если у них рождаются не два, а три, вот это уже, значит, прияурвия. То есть как бы это больше, чем было два, получается три. И так дальше. Вот называется прияурвия. Окей? Прорва по-русски. Дальше. Дальше. Ну да, то есть мы видим, что вот этот вот шадай здесь, в этом пасунке напрямую связан с прорвия. Окей. И так же Яков намекает в благословение Юсифа. И от всемогущего твое благословение. И от всемогущего твое благословение. И вот этот шадай, я думаю, шадай, в смысле вот этот, ну шадай Всевышний. Не Всевышний, а Всевышнего твое благословение. Да, он тебя благословит. И отбитает. Или вы будете там плодиться и кормиться. Видно, что вот здесь вот шадай опять напрямую связан с шадаем в эрех. То есть благословением, ну не знаю, груди и чрева. Ну вот скажем так. У трубы груди, как это груди. Ну да, то есть это как бы явная символика размножения. Окей. Хорошо. Хорошо. Смехат, да. Смехат, да. А ума афахта. Афихата, слеха. Афихата. 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 Ми ехидим ла амрав. Правильно. Айдаен ла нихре. Беалил, 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 ята шем. Я сейчас скажу. Амену. Аменаветет. Менаветет. Менаветет. Здесь просто эти два вава. Два вава для того, чтобы сказать нам, что это не у, а в. Н, а в. Хорошо. Это аума. Да. Юда. Еда. Еда. Я. Малех. Айсту. Малех. Замечательно. Значит, получается. Так. Айго. Аменуагай. Лукит. Божественное, как сказать, управление. Да. Скрытое, скрытое в имени Шадай. Да. Идет, идет, идет через, через. Малех. Выражается. Вот эти три слова просто выражаются. Выражается. Баткуфата вот в эпоху отцов. Правильно. Ну, получается, появляется в эпоху отцов. И далее во время егитового, ну, галута этого египетского. Ну, и знания египетского, и знания. И в Ацмехат, когда, ну, выражается в чем? Выражается в, как это сказать? В расцвете. В расцвете народа, в расцвете нации. И превращение из единицы. Ее. Вот это веря, это ее. Правильно? Превращение. В ее народе. Ума. Ну, как бы, это самое. Из индивидуальности в большую народу. Из индивидуумов в народу больших. Подожди. И все, но все еще. Так. Нихра, никаре, никаре. А, мы, как это, незнакомы, что никаре. Да, это от слова макир. Они макируют, а я тебя узнаю. Но все еще не признается. Не признается. Явно не выражается. Явно. Сказать, рука. Явно не видна вот так. Рука Всевышнего. Которая, как это, руководит, направляет или ведет. Мы на ВДТР, да. Не вуд, не вуд. Это маневрирование. На ВАД это штурма. Руководит, ведет народ к цели в процессе. Народ к его цели. По-русски это мужской род. Цель в историческом процессе. Ну, давай еще последний. Так, Барам. Барам Мекен. Мекен Ваилах. Ваилах, ваят. Боят. Рецея. Мешеабут. Вагела. Да. Итгале. Ребон Аоланим. Бамамад. Ашлиши. Мамад. 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 Ашлиши. Ну, да, такое объяснение, да. Значит так, но, однако, отсюда и дальше, и так далее, во время исхода из рабства к освобождению проявляется, раскрывается Всевышний Господь мира в третьем, в третьем вот в этом измерении, как бы, при этом вы меня вая. Правильно. Не только как творец и как бы пропитыватель, оживлятель и пропитатель, однако, как вождь, лидер и управляющий, царствующий лидер, получает, Ну, как бы, бог истории, да, окей. В измерении, в историческом, как это, в измерении? Да, 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 да. В историческом измерении, как, был, был, есть и будет. О, замечательно, был, есть и будет, да, это знакомая фраза. Так, аль-кен-даф-камит. А, слегка, я выключил. Несколько кусочек остался, вот, аль-кен-даф-камит. Да, мы, вроде, перевели, все, ну, хорошо, подожди, подожди, сейчас я тебя выключу. Как это, да, лизанс идет, там, третья страничка, третья страничка. Да, 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 да. Ну, мы дочитали до этого, до конца. Ты хочешь дальше это самое? Ну, что, а все? Хорошо. Ну, я имею в виду, Тимофей, может быть, Тимофей что-то говорил, что поздно, может быть, хотите. Давайте остановимся на этом. Хотите все, хотите остановимся. Окей. Ну, хорошо, по-моему, мы замечательно, надо посмотреть, такой непростой текст, мне кажется. То есть не сто процентов простой. В общем, ну, мы, по-моему, с ним как бы разобрались, и по смыслу, мне кажется, очень интересно. Я когда переводил, мне тоже было самому очень интересно. Очень интересно, как он приводит, не просто как бы излагает свою концепцию, как часто я вас удивлю, и что-то такое скажет. Очень интересно, что он сначала приводит, как бы, эти классические комментарии, и, разбирая их, приводит к тому, что вот это, 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 и у тебя получается какая-то общая картина. Мне, во всяком случае, это очень нравится. Ну, хорошо, заканчиваем на этом. Спасибо. Спасибо большое. Все, всем счастливо. Спасибо. Пока. Вот-то вот, пока.